Привет всем! Готовимся к отъезду. Перед поездкой обязательная профилактика всех движущихся частей чемодана. Смазываю колеса и кулисы волшебной смазкой ВД. В свое время у нас было небольшое производство сумок и это наши чемоданы, которые мы придумали для таких поездок. Они легки, удобны и подходят для большинства лоукостеров. Их размеры 20, 40 и 55 сантиметров. До сих пор звонят оптовики и интересуются, не открыли ли мы производство снова. Нет, не открыли. Это наши друзья. Историческая фотография. Багаж, как и в любой другой чемодан, укладываем так, чтобы тяжелые вещи лежали ближе к колесам и к задней спинке. О, все, за нами приехали. На вокзал поехали. На нашем вокзале города Глазово открыта часовня Николая Чудотворца. Он является покровителем путешествующих, моряков, сирот и невинно осужденных. На западе всех, но в основном детей. Он же Святой Николас и Санта-Клаус. Спасибо нашим друзьям за то, что проводили нас до вокзала. Вадим и Мария. Вадим недавно был на Эльбрусе. Ведь Эльбрус из самолета видна. Ссылка на его канал и видео в правой верхней части экрана. Всю дорогу до Москвы... Всю железную дорогу до Москвы я проспал. Так же, как и мой сосед по купе плацкарта. Утром за окном красота. На траве роса, в речах туман, небо чистое и солнце яркое. Появился интернет. Смотрим по картам Google, как нам добраться на общественном транспорте и за какое время. Примерное время 2 часа 20 минут. Метро и автобус 308. Бюджет 137 рублей на человека на июнь 2017 года. Ну что ж, проверим. Для любителей комфорта к услугам Uber за 1000 рублей. И для экстремалов можно дойти пешком примерно за 10 часов. Ура! Москва! Москва! Столица из столиц! Москва! Миллион приезжих и лиц! Ярославский вокзал. Нам нужно добраться до аэропорта Домодедово. Идем в ближайший вход в метро. Покупаем пару билетов. На одну поездку. 55 рублей на человека. Спускаемся к поездам. Станция Комсомольская. Наверное, самая красивая в московском метрополитеде. ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 Продолжение следует...